Здание музея нуждается в полноценной и дорогостоящей реконструкции. Однако процесс запущен. После долгого ремонта посетителей встречает красивый современный вестибюль. Одесский художественный музей. Счастлив приветствовать вас на очередном для нас значительном мероприятии. В этот день желательно бы вспомнить было бы, что музей наш был основан благодаря многим и многим поколениям, не одному поколению, а многим и многим поколениям меценатов. Напомним, поместье, в котором размещен Одесский художественный музей, было подарено городу общественным деятелям и меценатам Григорием Морозли. Он же способствовал организации здесь музея изящных искусств, открытого в 1899 году. А все нынешние расходы по ремонту вестибюля взяли на себя современные меценаты. Год назад началось наше сотрудничество с новым поколением волонтеров, новым поколением, я трудно сказать, наверное, любителей искусства, а людей, которые каким-то образом хотят помочь музею. Может быть, вот такие вот новые отношения, державно-приватные, партнерские отношения, на мой взгляд, могут сегодня где-то изрушить с мертвой точки тот стан, в котором находятся наши заклады. По мнению музейщиков, вестибюль оставляет значимое первое и последнее впечатление у гостей при посещении дворца Потоцких-Нарышкиных. Самое большое, что было сделано, был переоборудован вестибюль. Появилось множество новой современной организационной техники. Во многом изменена конструкция гардероба, рабочих мест, ресепшн, которые были в унылом, скажем так, состоянии. Они все это демонтированы. Это лицо музея, здесь первое впечатление. И выходит посетитель тоже через вестибюль. Это последнее впечатление от музея. Для нас было важно, чтобы посетитель, уже зайдя в вестибюль, почувствовал вот это вот предчувствие встречи с искусством. Художественный музей – важная страница истории Одессы. Некогда величественное здание за время эксплуатации изрядно пообветшало. Но бюджетных средств на капитальное восстановление этого объекта культурного наследия не нашлось ни при прежнем строе, ни в нынешней Украине. Однако руководство учреждения и меценаты пообещали, что в дальнейшем ремонту будут подвергнуты и выставочные залы музея. Продолжение следует...